Почти 45 лет на передовой жилищного строительства и более 1,2 млн введенных в эксплуатацию квадратных метров. Во многом, благодаря Бобрускому заводу КПД, город на Березине расширяется и становится краше. Плюс возводятся объекты для жителей Могилевской и Минской областей. На предприятии работают свыше 1100 квалифицированных специалистов. И для них нет нерешаемых задач. А начинается весь производственный цикл в арматурном цехе. Изготавливаем арматурные блоки для дальнейшего поступления этих арматурных блоков в формовочный цех данного же завода. Здесь изготавливаются железнобетонные плиты, из которых дальше монтируется дом. Данный цех перерабатывает в месяц порядка 200 тонн металла. Формовочный выпускает широкий ассортимент строительной железобетонной продукции. От наружных и внутренних стеновых панелей до фундаментных блоков и тротуарной плитки. В 2013-м на заводе завершилась масштабная модернизация. В техническое оснащение производства вложили 8 миллионов евро. Оборудование у нас относительно новое. Ему всего 9 лет. Смонтировала нам немецкая фирма. То есть панели у нас качественные. Получается благодаря этому используются более новые технологии, которые тоже помогают увеличить объемы производства. Конечно, ну и естественно, ну как говорится, более качественную продукцию выпускать. Бобруйский завод КПД не только производит все элементы конструкции зданий, но и осуществляет полный цикл строительно-монтажных работ, включая сдачу готовых объектов под ключ. Там, где еще совсем недавно вековали бесполезные пустыри, возводят современные жилые дома. В прошлом году у нас введено в эксплуатацию около 60 тысяч квадратных метров жилья. Это 13 жилых домов, более тысячи квартир. И из них процентов больше, чем 80 процентов, это для семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Чувство страха и одновременно восторг. Здесь, на высоте еще строящейся многоэтажки, понимаешь, Бобруйск живет и разрастается. Возводят его простые люди с часто испачканными, но золотыми руками. Среди них и монтажник Вадим Каленковский. Кем станет, мужчина знал еще с детства. Мой отец работал строителем. Я вот решил, ну, как династию поддержать, строителем пошел работать. Вот, пришел на завод КПД. Ну, сейчас уже работаю 14 лет уже на этом заводе. Нравится работать на стройке. Постоянно разные объекты, города разные. Ну, там Бобруйск, Могилев, где мы там еще Восько сейчас строим. Дом по проспекту строителей 114 на стадии завершения. Остались лишь работы по благоустройству. Совсем скоро счастливыми обладателями современных квартир станут 180 семей. Своих хозяев ожидают и другие объекты в Киселевичах и Молодежном микрорайоне. В ближайших планах возведение трех энергоэффективных зданий по Ульяновской. Монтаж железобетонной плиты занимает около 15 минут. Бригада из пяти человек способна собрать одноподъездный дом в девять этажей всего за месяц. Их работа всегда на виду. Ошибешься – изъяны увидят все. А построишь на совесть – возведенное здание будет долго напоминать о колоссальном труде. Строители дают людям главное – кровь, а значит, уверенность в завтрашнем дне. Сегодня они отмечают свой профессиональный праздник. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем строителя. Я хочу пожелать вам процветания, успехов во всех ваших начинаниях, новых достижений и побед. Пусть все то, к чему вы стремитесь, всегда исполняется быстро и легко. Крепкого вам здоровья, семейного благополучия и счастья. Бобруйск растет не по дням, а по часам. Только за семь месяцев введено в эксплуатацию свыше 32,5 тысяч квадратов жилья. 56% с господдержкой. 163 многодетные семьи уже отпраздновали новоселье, большинство в молодежном микрорайоне. Свои двери за последний год распахнули также 35-я школа и 85-й детский сад. И пока над городом на Березине высятся стрелы строительных кранов, развивается его экономика, а жизнь людей становится все более комфортной. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов. Итоги недели.